Могильник Римского времени. Он датируется первым вторым веком нашей эры. Более ста неразграбленных погребений. Для ученых их сохранила лесопосадка. Под ней обнаружили типичные для своего времени усыпальницы – длинные ямы, перекрытые каменными плитами. Погребальный инвентарь всех этих погребений достаточно близок и включает в себя красивейшую красноваковую посуду. Это миски, высокие миски, тарелки, кувшины, одноручные, двуручные, кубки. Это стеклянная посуда, флаконы, бальзамария, стаканы, кубки, украшения и застежки всевозможные. То есть пряжки бронзовые и железные, фибулы бронзовые и железные. Это перстни, бронзовые браслеты, серьги. Замечательная коллекция бус, относящаяся к этому времени, к началу тысячелетия. И фаянсовые, и стеклянные, и каменные, каменные, гагатовые, янтарные. Также нами были найдены подвески, фаянсы, в том числе импортные из Египта, в виде скоробеев, львов и негроидов. Древние жители уносили в могилу то, что отражало их жизнь. Женщины многочисленные украшения, воины, оружие. Интереснейшее погребение было зачищено, возможно, ремесленника, у которого были сложенные рядом железные орудия, такие как талото, тесло, кристаллы и гремения для извлечения искры. И многочисленные, пусть и раздавленные, но разнообразные стеклянные сосуды. Оружие на этом могильнике встречено буквально в одном-двух погребениях. То есть это достаточно длинный, листовидный наконечник копья железные. И на другом участке могильника был найден длинный сарматский меч с длинным кинжалом. Особый интерес представляют детские погребения. В саркофаг с заботой клали паильные принадлежности, гутусы. Есть тут и более древние захоронения, курган на возвышенности. К сожалению, он был разграблен в 90-е. Рядом с могильником необычная находка. Яма глубиной более 6 метров. Ученые затрудняются сказать наверняка, но могут предположить, что это колодец. Какое-то время здесь присутствовала вода. И там ниже камыши росли. Оказаться в этом месте, считает археолог, колодец мог из-за близости с трассой, которая в древности была трактом. Следующий объект – античная усадьба недалеко от села Фонтан в Ленинском районе. Поселение представляет собой серию однотипных жилых домов, датированных 4-5 веками до нашей эры. Дома представляли собой достаточно крепкие постройки с мощными трехслойными внешними стенами. Внутри были двухслойные перегородки комнат. Также археологи нашли остатки хозяйственных ям, куда древние жители складывали сельскохозяйственную продукцию для хранения. А вот количество этой продукции заставило ученых задуматься. Выращенного местным жителям явно не хватало. Жили они небогато, денег не имели. Напрашивается вопрос, какую роль исполняло это единовременно возникшее поселение. Археологи предполагают, жители несли дозор. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В жилищах и рядом с ними археологи обнаружили большое количество материала. Множество амфор, простую сероглиняную и красноглиняную посуду. Это многочисленные клеймы с искусно выведенными надписями, фрагмент тонкой чернолаковой керамики, бронзовый перстень, идол, несколько монет. Некоторые предметы сохранились очень хорошо. Быт и функция этого поселения остаются загадкой, но археологи рассчитывают решить ее в ходе дальнейшей работы. А участники конференции тем временем отправляются обратно в Керчь знакомиться с новыми открытиями и, конечно, загадками. Но об этом в следующий раз. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, специально для Кершнет-ТВ.